До войны в России с грехом пополам выживало гражданское общество. Вы можете поспорить, но посудите сами, существовали правозащитные организации, пресса, оппозиция. Конечно, в состоянии нарастающего удушения, но ведь все относительно. Если заглядывать в прошлое, и с 31 января 23 года, то кажется, что у нас было немного свободы. Да и, кстати, у нас когда-то был даже президент, который слово «свобода» произносил. Да что там, Медведев, Путин, непредсказуемый диктатор, развязавший страшную преступную войну, выглядел когда-то отпетым либералом. Нам всем кажется, что если, не скрою, и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок с жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. Эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить. Это 1996-й, за 4 года до рокового вступления в должность. На посту президента Владимир Путин медленно, но верно наращивал репрессии и антизападную риторику. «Россия в кругу врагов, опасность прямо за углом, Запад внедряет своих агентов. Пятая колонна – национал-предатели». Помните, эти слова и фразы повторялись все чаще. «Некоторые западные политики уже стращают нас не только санкциями, но и перспективой обострения внутренних проблем. Хотелось бы знать, что они имеют в виду. Действия некой пятой колонны, разного рода национал-предателей, или рассчитывать, что смогут ухудшить социально-экономическое положение России и тем самым спровоцировать недовольство людей». И тем не менее, российские политики, в том числе первые лица, летали на Запад, участвовали в переговорах, фотографировались и сквозь зубы цедили наши уважаемые партнеры. Путин в Париже, Лавров в Стокгольме, Матвиенко в Афинах. Это потом, летом 22-го, глава российского МИДа будет возмущаться. Произошло немыслимое. Европейцы не пропустили самолет министра иностранных дел в Сербию. Но к тому времени всем было ясно. Немыслимое произошло 24 февраля. Ближе к 2022-му перешли на площадную брань. Россия воюет с Западом, с западной идеологией, с западной культурой, скрывая под туманной формулировкой об особом пути последовательное уничтожение свободы. Все, что так или иначе связано с демократией, защитой прав человека, независимой прессой, с меняемостью власти, решено было списать на западное влияние. Так, Навальный оказался агентом ЦРУ, журналисты стали иностранными агентами. В соцсети рычагом влияния на неокрепшие умы россиян. В настоящее время мы фиксируем подготовку прозападных СМИ и соцсетей, включая ресурсы иноагентов, к активному воздействию на электоральный процесс. В федеральном телеэфире по методичке из администрации президента принялись штамповать регулярные разоблачительные сюжеты о связях тех или иных неблагонадежных граждан с западными кураторами. Вот правозащитник Пономарев выходит из посольства США, а вот французские дипломаты пришли на суд Навального. Политолог Шульман встретилась в кафе с сотрудницей британского посольства. Налицо предательство. Выбрав укромное местечко для встречи в кафе, признанное иноагентом политолог Екатерина Шульман поглощает салат, а вот ее собеседница, периодически делая заметки в блокноте, очевидно получает пищу для размышлений. Но при этом в кинотеатрах по всей стране демонстрировалось западное кино, поскольку публика просила качества, а свое отечественное до миссии невыполнимо или там аватара не дотягивало. И уж если совсем честно, то в большинстве случаев было невыносимо. Так что на Новый год смотрели не только Киркорова, но и «Один дома», подписывались на Netflix и взахлеб обсуждали «Оскар». Теперь на «Оскар» номинируют фильм о Навальном, который в одиннадцатый раз в штрафном изоляторе, и больше никто не делает вид, что в отношении этого гражданина России система опирается на закон. Никто не делает вид, ведь совершенно очевидно, Путин ненавидит Навального, потому что боится его и пытается его сломать, убить в тюрьме, пока не решается. Слишком масштабная фигура. Предыдущая попытка убийства, сложная схема с отравляющим веществом на нижнем белье провалилась. И то, сколько было шуму. Ну, это совсем не значит, что его отравить нужно. Кому он нужен-то? Ты понимаешь, если бы хотели, наверное, довели бы до конца. Важно понимать, во времена умеренного Путина в нулевые и десятые Алексея Навального не убивали и не сажали, несколько крупных независимых СМИ терпели и не разгоняли, правозащитников клеймили, но не уничтожали, потому что Кремлю было нужно сохранять связи с Западом. Потому что не хотелось санкций, а хотелось на озеро Кома или там на Лазурный берег, да и во Флориду хотелось чего уж. Так что имитировали демократию, и в целом все знали, что это имитация. Но обе стороны, и Москва, и Запад, играли по предложенным правилам, жили в них комфортно и делали тот самый бизнес as usual. Когда президент Путин решил осуществить широкомасштабное вторжение в Украину, то по традиции солгал и назвал войну спецоперацией так удобнее и широким народным массам, и западным партнерам. А вдруг проскочили бы, взяли бы соседа за неделю? Может быть, Запад пошумел бы, ввел бы санкции, ну а потом вернулся бы к прежним прагматичным отношениям. Отношениям неприязненным, но денежным. Путин, как мы знаем, ошибся и с Украиной, и с Западом. Он, возможно, не догадывался, что даже у дипломатичных, сидевших на российской нефтегазовой игле европейцев, есть своя красная черта. Большая война в Европе стала точкой невозврата. Ужас от Бучи, Мариуполя и Днепра от окровавленных тел на вокзале в Краматорске и похорон трехмесячной Киры в Одессе сильнее любой нефтезависимости. Осознав это, Кремль махнул рукой, после нас хоть потоп, к черту Запад, мы найдем других друзей. Глава российского государства пошел ва-банк и сжег мосты. Возвращаясь к Навальному, сейчас он жив не потому, что в администрации президента боятся возмущения Запада, а потому, что боятся возмущения России. Ведь сложно забыть многотысячные акции протеста по всей стране. Недовольство задавили, но знают, оно остается где-то на кухне, в разговорах, в курилках. Ровно поэтому зачищается окончательно информационное поле. Издание «Медуза» – одно из лучших цифровых СМИ на русском языке признано нежелательным, то есть полностью выведено за рамки легального поля. Нельзя теперь не делиться материалами «Медузы», не сотрудничать с ней. В Фейсбуке, объявленном экстремистским, задается вопросом, нужно ли удалять все ссылки на «Медузу», если ты все еще живешь в России. Ответа на этот вопрос у меня нет. Захотят – посадят за старый репост. Не за горами времена, когда заодно только ознакомление со свободной прессой. Назначат срок. Пока же люди будут читать запрещенку за плотно закрытой дверью. Но будут. Если бы у Путина внутри России все шло отлично, если бы настроения совпадали с отчетами государственной социологии, ему не нужно было бы думать о нейтрализации «Медузы». Статус нежелательный, осложняет работу, но не убивает. Зато сам факт преследования независимых журналистов вдохновляет. Значит, все делаем правильно. Всех сотрудников «Дождя» необходимо объявить предателями Родины и возбудить против них дела по измене Родины. Всех! Разрыв связей с Западом закрыл представителям власти путь к озеру Кома. Но вместе с тем предоставил им широкое поле для деятельности. Стало можно все, о чем бывшим сотрудникам КГБ, возглавляющим сейчас Россию, так давно мечталось. Резко пошли в гору карьеры тех, кто громче других требовал выстроить забор между ними и нами. Помню, как Петр Толстой истошно вызывал к выходу из европейских структур. Мы радуемся тому, что те отношения с Западом, которые были, они были от начала до конца ложными. Вот из тех отношений, в которые нас завели вся эта банда с Козыревым, вся эта гайдаровская муть, вот из этих отношений надо выйти. Сбылось! Россия более не состоит в Совете Европы и плевала на решение Европейского суда по правам человека. Представьте, 2017 год. Владимир Путин поздравляет Людмилу Алексееву с юбилеем, дарит цветы. На днях городской суд в Москве ликвидировал Московскую Хельсинскую группу, старейшую правозащитную организацию страны, которую много лет возглавляла Алексеева. Закрыли и Сахаровский центр, который когда-то создавала Елена Боннер. Андрея Сахарова до недавнего времени принято было упоминать со сдержанным уважением, ведь все-таки создатель водородной бомбы не только правозащитник. Однако теперь никаких полутонов, только злоба. Тот, кто когда-то рассуждал о свободе, превратился в лютого мракобеса во Френче, отправляющего во все западные столицы такой ворох безумных оскорблений, что цитировать их просто неловко. Ненависть, особенно к Америке, это жгучее древнее чувство, смешанное с примитивной завистью, льется теперь нон-стоп из России в сторону Запада. Официальные лица в России сорвали маски, показав миру довольно неприглядную правду о себе и попутно возмутились, что же это творится, товарищи, вокруг пещерная русофобия. Здесь, в Буче, произошло немыслимое. Мы увидели настоящее лицо путинской армии. Россия продолжает вести войну на истощение, бомбит без разбора гражданскую инфраструктуру, убивает ни в чем не виновных людей. Это трагедия. К сожалению, констатируем, что на Западе стремительно прогрессирует русофобия, принимаемые меры, дикие меры, нарушают все принципы цивилизованного поведения. Лин Трейси. Новая посол США в России, а посольство формально продолжает функционировать, прибыла на первую встречу в Министерстве иностранных дел. Там ее ждал замминистра Рябков. У здания на Смоленской площади собрались протестующие. Удивительно как, правда? На этих безымянных активистов ковидные ограничения не распространяются, а в тазаки чудесным образом не подъезжают. Свобода высказывания. По двое карикатурных протестующих Трейси начала свою деятельность в России. Но чем она будет заниматься? До войны Запад интересовался Россией. Посольство пытались налаживать отношения, то есть осуществляли свою прямую непосредственную обязанность. Дипломаты встречались с представителями власти, гражданского общества, журналистами, чтобы понимать настроение в стране. Теперь за контакты с иностранцами светит статья о госизмене. В России резкий рост числа уголовных дел по этой статье. Только за два предвоенных года осуждены, по официальным данным, 22 человека. В преддверии войны российские официальные лица проклинали англосаксов. Закрывали, запрещали, сажали. А те в ответ высказывали глубокую озабоченность. И все равно пытались держать связь. Звонили, приезжали, пожимали руки. Самый показательный визит Жузепа Борреля, главы европейской дипломатии в Москву. Унижение, публичная порка, пощечина. Так оценивали эту отчаянную попытку спасти отношения в феврале 21-го года. На фоне отравления Навального и его отправки за решетку, европейский дипломат силился сгладить острые углы и протянуть Лаврову руку взаимопонимания. Но тот не только не оценил жест европейца, а наоборот, в ходе совместной пресс-конференции обвинил Старый Свет в ненадежности. И более того, в тот же день стало известно о высылке из России дипломатов из нескольких европейских стран. Это прямое оскорбление. Однако прорубленное когда-то окно оставалось открытым. Там за окном продолжали рассчитывать на потепление. В прогрессивном мире понимали, Россия не может быть стерта с карты мира. Да и есть ведь в России либералы, в конце концов. Есть запрос на демократию, по крайней мере, был ведь. Иначе не появился бы Горбачев с его перестройкой. Значит, появится новый Горбачев. Не забывали там и о природных ресурсах, и о ядерном оружии, и о присутствии России в совбезе ООН, и о влиянии Москвы в ряде значимых регионов мира, в частности на Ближнем Востоке. Одним словом, идея о тотальной изоляции самого большого государства на планете всерьез не рассматривалась, пока Путин не вторгся в Украину. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. В первые месяцы войны в мире с огромным вниманием следили за реакцией российского общества на этот кошмар. Акции протеста, затем пикеты, яркие вспышки несогласия, задержания. Марина Овсянникова на всех экранах земли. А затем война начала затягиваться, а заметных протестов в России становилось все меньше. Ни массовых выступлений негодующих сотрудников гостелевидения, ни публичного недовольства в элитах, ни тем более вилл в районе Кремля не обнаружилось. Почему так? Потому что в России репрессивная полицейская система. Но взгляд со стороны, скользящий по верхам, не желающий вдаваться в подробности, установил рабскую покорность всех 140 миллионов. Будто бы все довольны или всем плевать. В августе 22-го на фоне введения визовых ограничений в отношении граждан России на Западе зазвучали вполне официальные заявления в духе «россияне несут ответственность за свою власть, пусть сидят в своей России, если что не нравится, свергают своего Путина». Знаете, когда мы говорим, что даже если бы в России было 5-10% людей, выступающих против войны, то речь бы уже шла о миллионах человек. Вы хотите, чтобы эти миллионы были внутри России или за ее пределами? Каков ваш ответ? Я по-прежнему верю, что перемены происходят изнутри. Обобщение. Противное самой природе европейской демократии стало нормой в отношении россиян. Коллективная вина распространилась на всех. Интересно, что в Старом Свете понимают несправедливость такой ситуации. Условно, дочь путинского чиновника с иностранным паспортом гуляет по Елисейским полям, а безымянные рядовые россияне расплачиваются за преступления власти, при том, что позиция у каждого россиянина своя. Так вот, здесь в курсе тонкости момента, но предпочитают о них не думать, пожимают плечами. Что поделаешь, так уж вышло. Вообще, я заметила, что разговор на тему прав граждан России начинает раздражать политиков и чиновников в Европе. Особенно, конечно, в Европе Восточной. И действительно, на фоне испытаний, выпавших на долю украинцев, рассуждать о россиянах вообще как-то неловко. И вместе с тем 140 миллионов человек не испарятся в воздухе. И лучше бы об этом помнить, хотя бы для обеспечения безопасного будущего континента. Из личных наблюдений и бесед я делаю такой вывод. Состояние гражданского общества в России, активистов, журналистов, политиков, прямо зависит от состояния дел на фронте. Неопределенность нынешнего момента и опасность успеха России приводят к росту напряжения. Все ждут новостей из фронта. Всем плевать на ситуацию внутри России, поскольку демократические преобразования там возможны только в случае поражения российской армии и путинской вертикали. Чем хуже будут идти дела у вооруженных сил России, тем внимательнее будут становиться международные организации и западные страны к России. Шанс увидеть новую демократическую страну на месте режимного объекта выглядит, несомненно, заманчиво, но пока не до этого. Пока Запад сконцентрирован на войне. Ближайшая цель – помочь Украине победить. И чем ближе момент Х, когда Россия попытается начать новое массированное наступление, тем активнее широкая западная коалиция поставляет Киеву вооружение, тем интенсивнее украинских военных обучают обращению с натовской техникой. Времени остается мало. По всем прогнозам, весна 23-го станет переломной. Истерика на российском государственном телевидении и в государственных органах нарастает. Угроза Третьей мировой – ядерной бомбой, захватом Берлина и Варшавы. Эдакий фолл последней надежды. Попытка все-таки запугать врага, убедить его в том, что Путин готов на все. Украина требует все новые и новые вооружения. Запад поощряет эти требования, присягает готовность эти вооружения обеспечить. Ситуация такая достаточно тупиковая, потому что, еще раз мы говорим, это приводит к существенной эскалации. Мы должны четко понимать, Североатлантический альянс сплачивает свои ряды и наращивает гонку вооружений. Не ради мира и переговоров, или борьбы за свободу, а ради дальнейшей геополитической схватки против России, против русского мира. Никаких иллюзий тут быть не должно. Но такие игры фанатиков русофобов с ядерной державой крайне опасны и представляют угрозу абсолютно для всех. Мне кажется, все. Страны-члены альянса при его активном содействии, я имею в виду НАТО, коллективный Запад, которые все это еще координируют, поставляют Киеву вооружение, военную технику, обучают военнослужащих вооруженных сил Украины, накачивают Украину деньгами, лишь бы она продолжала боевые действия против нашей страны. Западные политики, поставляющие в Украину вооружение, то и дело опасливо заявляют. НАТО не сторона конфликта. Солдаты НАТО не воюют на украинской земле. Канцлер Шольц, которому с таким трудом даются решения об оружии для Киева, больше других подвержен российским манипуляциям. На днях он выступил с видеообращением, мол, ФРГ помогает Украине не только ради Украины, но и ради безопасности Германии. Главное – не допустить войны России с Североатлантическим альянсом. Наша цель ясна. У России не должно получиться расширить границы за счет применения силы. Немцы хотят мира в Европе, и чтобы война не становилась ближе. Война не станет ближе в единственном случае, если ее остановят. Есть единственный способ этого добиться – поддержать Украину. Чем больше в российском телеэфире звучат угрозы в духе «освободим Германию», тем тверже доказательства в Кремле исчерпали все иные способы влияния на позицию европейцев и американцев. Тяжесть своего положения они осознают. Они вооружают нашего врага, правда же? Украинцы нам не враги, но украинцы тоже нация, оккупированная фашистами. Временно. Мы уже работаем над этим. Руководство современной Украины нам враги. Они вооружают нашего врага. У них врагов нет? А как там чувствуют себя талибы? Им ничего не надо? Может, мы Ирану можем чем-нибудь подсобить? Что Ирану-то надо? Одна, что мы могли бы ему дать? А Северной Корее нечем нам помочь, что ли? Ну, для начала. Северной Корее наверняка есть чем помочь. Тем более, что сестра Ким Чен Ина обещает всегда быть с российским народом и российской армией в одном окопе. Пока Симоньян сидит в одном окопе с Ким Йо Джон, Украина ждет сотен единиц танков и уже рассуждает об истребителях. А западный мир ждет наступление весны с тревогой, даже ужасом вполне объяснимым. Ведь ясно, что обещание освободить немцев от их же правительства – глупости и блеф, но наличие ядерного чемоданчика в руках одержимого диктатора – непреложный факт. О нем, о красной кнопке, сейчас думают во всем мире. Когда, даст бог, закончится эта чудовищная война, то придет время для наказания виновных и перепридумывания России, которая вновь станет интересной. Пока мировому сообществу не до российского гражданского общества, оно, тем не менее, существует. Обрывками внутри страны и структурами, которые возникают за ее пределами. Оно существует в виде тех, кто делает благотворительные, просветительские проекты, кто честно учит детей в школах, кто поддерживает украинских беженцев или собирает деньги на поддержку политзаключенных, кто живет по совести. Оно есть в виде журналистов, тех немногих, кто рискнул остаться, и целых редакций уехавших. Прямо сейчас мы с вами в чате этой трансляции видим друг друга, и это спасает. Нас много. Разочарование, которое испытывают на Западе, рассматривая внешнебудничную картинку российской жизни, как будто ничего не случилось. Оно объяснимо, но, возможно, мы тоже испытываем разочарование от прагматичного подхода к Путину, пресловутой политики умиротворения агрессора, от принципа «не трогаем, само рассосется». Генри Киссинджеру, некогда главному идеологу нейтрального статуса постсоветских государств, стоило прожить 99 лет, чтобы признать Украине место в НАТО. Все попытки сдержать Путина обернулись большой войной. Возможно, пора признать и другой очевидный факт. Заявления о глубокой озабоченности не решают проблем и не отвечают на вопросы. Впрочем, нет сомнений в том, что главную роль в становлении нормального государства должны и будут играть граждане этого государства. граждане России, те, кто приближает перемены, и широкая западная коалиция. Все мы союзники.